Он стал родным для тех, кто здесь живет и родился. Ребята, школьники городского округа Щелкова разных национальностей, приняли участие в муниципальном этапе регионального конкурса чтецов о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Мы традиционно проводим этот конкурс совместно с Центрощелковской центральной библиотекой в этом замечательном помещении, потому что приобщение к чтению это наша общая задача и учебно-методического центра, и Щелковской центральной библиотеки. Мы очень рады, что они нас так гостеприимно принимают. Конкурс проходит в нашем округе четвертый раз, и некоторые ребята принимают в нем участие не впервые. Победитель прошлого года Аливан Амурвилашвили, по признанию, русский язык любит не меньше родного грузинского, а поэзию особенно. Я люблю русскую поэзию, это для меня возможность проявить тамную любовь. Чем, на твой взгляд, уникален русский язык? Ну, у него другое звучание от остальных языков, например. Более звонкое, можно сказать, более глубокое. Дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокоз. Георгий Торченава для выступления выбрал выразительное, яркое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Кавказ». Своим эмоциональным выступлением Георгий покорил зрителей, а произведение русской классики передал очень душевно. Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык нравится в основном из-за поэтов. Вот мне нравится, многие бывали на поэтов, вообще мне все нравятся поэты. Пушкин, Лермонтов и так далее, вообще все мне нравится в русском языке. И нищий наездник таится в ущелье, где телек играет с вирепом веселье. Играет его, как зверь молодой, заведевший пищу из клетки железной. И пьется о берег в рожде бесполезной. И лижет утесы голодной волной. Произведение поэтической классики России в исполнении детей, которые растут в многонациональной стране. В семьях, в которых порой русский язык родным не является. Но дети учат его в школе. Общаются на нем со сверстниками. Любят и говорят. На великом, могучем, правдивом и свободном русском языке. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.